Арт-коммуналка в Коломне Арт-коммуналка в Коломне отчасти краеведческий музей, но узкой специализации. Создатели необычного частного учреждения возглавила известная в Коломне Наталья Никитина, основавшая перед этим музей «Коломенская пастила». Арт-коммуналка имеет более широкий функционал, включая предоставление проживания и творчества по конкурсу молодым литераторам и художникам. Они же участвуют в развлечении музейных посетителей, заинтересовавшихся содержимым в выставочных залах. Предметом экспозиции является советский коммунальный быт начала 1960-х годов. Периода нехватки жилья и вынужденного коллективизма. И мы ни много ни мало знаете где в арт-коммуналке. Кого спросите? Самого Венечки Ерофеева. Возможно, поклонники поймут сейчас ликование, которое я вам сейчас не покажу, потому что оно было, когда я уже здесь прошлась, но я сейчас готова приезжать. И ты еще раз и со мной не забвенный Алексей, я уверена, тоже поклонник того же самого Венечки. И мы, как его поклонники, можем позволить себе назвать его Венечкой, потому что человек мне роднулечка, кровиночка моя. Давайте расскажу, почему имя Ерофеева присутствует в названии нашего музея. Музей называется «Музей-резиденция, арт-коммуналка, Ерофеев и другие». Это на самом деле очень необычный музей. И это требует некоторого комментария, начиная с даже такого необычного сложного названия, составленного из нескольких частей. И сам этот музей, само пространство, это пространство, состоящее как бы из нескольких музеев в одном. То есть это коммуналка, но не просто коммуналка, это арт-коммуналка. Это музей, но не просто музей, это еще и резиденция. И кроме того, да, это место связано с именем писателя Венедикта Ерофеева. Но Ерофеев здесь совершенно точно не жил и никогда в этой квартире, скорее всего, не был. Но на самом деле наш музей – это не только коммунальная квартира, это еще и музей современного искусства. То есть вы можете посмотреть на эти работы художников, которые здесь повсюду представлены. И все эти работы сделаны нашими резидентами. Потому что наш музей – это не просто музей, это еще и художественная резиденция. В нашем музее находится мастерская, жилая комната, которые все время населены, здесь живут, и работают художники и литераторы, которые попадают сюда по конкурсной программе, которые придумывают какие-то интересные проекты и что-либо реализуют в нашем музее. Венедикт Ерофеев изображен одним из художников на стене грузового входа в бывший винный магазин, где писатель одно время работал грузчиком. Классик диссидентской литературы, учившийся в школе только на отличные оценки, не закончил ни один из трех или больше вузов. Куда поступал? Написанная от лица прожженного алкоголика прозаическая поэма «Москва. Петушки» нелегально тиражировалась в СССР. Была издана в 20 странах мира. Феноменальная популярность Ерофеева объяснима заложенным в произведениях обличением бездуховности, социалистической реальности, не принимающей его индивидуализма и оригинальности. Ребята, просто посмотрите, как же здесь классно! Я просто с ума сойду, вы посмотрите на эти наклеенные фотографии, посмотрите на это все. Господи, как же здесь классно! Вы посмотрите на это пельишко, которое здесь росли, но посмотрите на эту ванну, на эту стиралочку. Просто ты заходишь сюда, и прям тебе атмосфера в лицо. Хлопись! Вот настолько тебе здесь классно! А если ты, конечно же, являешься ребенком в 90-м, в коем мы являемся, посмотрите на эту ванну, посмотрите на эти штучки, которыми когда-то брились наши дедушки, папы. Просто меня разрывает от эмоций, от того, насколько же здесь здорово просто каждый из вас, кто когда-нибудь был в Москве, обязан по факту оказаться в этом музее, проникнуться этой атмосферой, потому что здесь настолько классно, что у меня сейчас поплохие. Прожил символ музея арт-коммуналка чуть больше 50 лет. Внутри демонстрируются некоторые его посмертные издания. Журнал «Трезвость и культура» среди них не случайен. Именно в нем было опубликовано в 1988 году, нашумевшее в 1979-м, произведение. Мемориальности в этих экспонатах нет ни грамма. Ерофеев в коммунальной квартире никогда не проживал. И едва ли бывал вообще. У вас есть просто божественная возможность увидеть, насколько же здесь... Слушай, я уж устала повторять слово «атмосферная». Я не знаю, кто предложил руку к тому, чтобы здесь все было настолько пропитано этой советской... Видите, мы же находимся в настоящей коммунальной кухне, настоящей коммунальной квартире. Ну, поудовалось сохранить ее. Действительно, в этой квартире была настоящая кухня, была настоящая коммунальная квартира, которая занимала весь второй этаж этого здания. И располагалась здесь в 20-х по 80-е годы прошлого века. Это была самая настоящая коммуналка, которая состояла из 26, представьте себе, 26 жилых комнат, которые здесь были населены. И здесь было две кухни, две ванны. Вот, видели, одну ванну и одну кухню. На самом деле, была огромная квартира. И вот сейчас музей находится в пространстве, действительно, бывшей коммунальной квартиры, которая была воссоздана уже в 2011 году. Ребята, тут можно просто бесконечно ходить. Я уверена, что даже если ты будешь жить здесь месяц-два, не важно, ты каждый раз будешь находить какие-то маленькие детали, которые ты до этого не видел, какие-то надписи, какие-то маленькие инсталляции, я не знаю, в кучу... Ты не вмещаешься в кадр, зайди обратно, уйди. Это наш ведущий дурач. Опа! Обращайте внимание, все, все, сваляйте. Ты чего, ты не представляешь, какая коммуналка? Я здесь, короче, облазил все ходы и выходы. Ты, главное, посмотри, здесь ребята такие... Это просто реально 20-е век, это такая атмосфера. Пойдем со мной, посмотри, солнце. Ребята, ты не заходишь, когда ты заходишь в эту коммуналку, тебе просто хочется бахнуть по солнечке. Смотри, давай, 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 давай. Черешка просто, он реально... Назревающий кризис идеологии и морали социализма не отменял подробностей коммунального существования, которые достаточно освещены в видеорепортаже. Воссозданные интерьеры комнат, устаревшие предметы материальной культуры, знакомы уже немногим. Некоторые моменты экспозиции даже приукрашивают коммунальную действительность того непростого времени. Кухню обустроили в просторном помещении. Реально они были гораздо теснее. На 26 квартир второго этажа особняка имелись по две ванных комнаты и кухня, но очереди по утрам от коммуналка показать не в состоянии. Никогда в коммунальном жилье не бывало общих холодильников. Здесь он служит для демонстрации перекусов из сосисок с зеленым горошком. Однако ни то, ни другое не было обычным рационом обитателей коммунальных квартир. Скорее относилось к деликатесам. Но это не критика. Арткоммуналка, безусловно, интересна и достойна посещения.